Всем привет! С вами BadPolygon и в этом видео автор урока Daniel Groove покажет 10 способов моделирования элементов hard surface. На русский язык переведено BadPolygon, а ссылку на англоязычный урок от самого автора вы сможете найти в описании этого видео. И как всегда, друзья, у меня к вам просьба. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии с вопросами и предложениями. Не забудьте про колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Также буду очень рад, если ваши вопросы и предложения будут появляться в Telegram и Facebook. Ссылки также можно найти в описании. Что ж, приступим. Итак, я только что загрузил новый блендер 2.83 и я подумал, что было бы кстати показать некоторые трюки с hard surface, которые я изучил со временем. Некоторые из них я узнал сам, а некоторые я узнал за различных источников и видео онлайн. Я собираюсь тиснуть целую кучу способов в это одно видео и надеюсь, вы узнаете что-то полезное. Начнем с создания труб. Я собираюсь удалить куб по умолчанию. Я собираюсь добавить в сцену цилиндр. И для этого нажмем Shift-A. И в меню Add выберем и добавим цилиндр. Я собираюсь увеличить количество вершин от 32 до 64. Немного сгладят цилиндр. Теперь мы нажмем 1, чтобы перейти на вид сбоку. И нажмем Tab для перехода в Edit Mode. Я хочу вытянуть его по оси Z. И для этого жмем S и Z. Немного увеличим масштаб. Теперь я собираюсь показать вам, как эту трубу согнуть на идеальный угол и придать ей хорошую форму, выглядящую как труба. Для этого мы будем использовать инструмент 3D-курсор. Вот посмотрите, мы можем кликать 3D-курсором в любом месте вида. Но нам необходимо установить его прямо на углу трубы. Они внутри и не за пределами этого угла. Перейдем на грани. И я выберу эту верхнюю грань правой кнопкой мыши. Я не знаю, какие настройки выставлены у вас, но у меня в настройках блендера выделение установлено правой кнопкой мыши. Просто я так привык. Так что, как только мы выберем эту верхнюю грань, я вернусь к виду сбоку, клавишей 1. И теперь мы готовы согнуть эту трубу, повернув грань на 90 градусов. Для этого мы будем использовать инструмент вращения Spin. Выбрав инструмент, сразу перейдем к его настройкам здесь. Давайте изменим ось вращения на Y. И теперь, в зависимости от того, в какой проекции мы находимся и под каким углом смотрим, мы знаем, что нам нужна именно ось Y. И мы гнем трубу, вращая эту грань, на основе количества шагов, установленных в наших настройках Steps. Делаем мы это с помощью этой кривой. И я собираюсь изменить значение шага на 16. И теперь с зажатой клавишей Ctrl начинаем вращать. Надеюсь, угол будет идеальным. Думаю, выглядит отлично. Так что я оставлю это так. Двигаемся дальше. У нас все еще выбрана эта грань, поэтому я нажимаю Y и вытягиваю вот таким образом. И вот мы сделали трубу. Теперь перейдем к нижней части. Щелкните правой кнопкой мыши, выбрав грань. Жмем единицу для перехода на вид сбоку и немного увеличим. Поместим 3D-курсор вот здесь. Теперь кликните и перетащите это, удерживая Ctrl. Немного уменьшим масштаб. И опять клавишей Y активируем Extrude, выдавив грань примерно на такое же расстояние. Таким образом, у нас получилась ручка или какая-то труба, прикрепленная к какой-то поверхности. Выберите эти две грани, нажмите Y и нажмите Enter. Не снимая выделения, начинаем выдавливать. Упс. Изменим Pivot с Median Origin на Individual Origin. И теперь вот таким образом мы можем экструдировать наши грани, чтобы сделать их больше. И затем еще раз нажимаем Y. И выдавливаем вот так. Теперь у вас есть ручка или труба, или что-то крутое. Окей, я собираюсь удалить трубу. И прежде чем я покажу следующий трюк, я собираюсь переместить обратно в центр мой 3D-курсор, нажав клавиши Shift-C. Где бы вы ни находились, 3D-курсор это то место, где будет создан новый созданный вами объект. Итак, давайте начнем с создания куба. Следующий трюк это метод зеркального моделирования. Так я начну с меш объекта и модификатора Mirror. Для этого сначала давайте перейдем в режим редактирования. Нажмите Tab, затем Ctrl-R. Чтобы создать лубкат. Нажмите Enter, а затем снова Enter. Убедитесь, что вы не двигали мышью после первого нажатия Enter. Потому что наш лубкат сместится в сторону, а нам нужно, чтобы он был четко посередине. Таким образом мы поделили наш куб на две равные части, чтобы удалить половину куба и применить ко второй половине модификатор Mirror, который в свою очередь создаст нужную нам в работе вторую половину куба. Теперь нам нужно выбрать вот эту грань и зажав Ctrl нажимаем плюс, чтобы добавить в отделение, а затем удаляем эти грани. Теперь у нас есть одна открытая половина куба. Это хорошо. Теперь перейдем ко вкладке модификаторов и выберем Mirror. Но мы ничего не видим, потому что модификатор зеркально отображает вдоль оси Х, что неверно. Нам нужна ось Y, и для этого снимите галочку с Х и выберите Y. И теперь мы готовы начать моделирование одной половины куба. И всякий раз, когда мы изменяем одну половину куба, это будет зеркально отображаться на другой половине, что значительно экономит время. И это действительно единственный путь, если вы собираетесь моделировать вещи, которые симметричны. Вы знаете, что такое Hard Surface. Всякие Sky-Fi штуки, космические корабли, как ты их называешь. Все начинается с модификатора Mirror. Если объект будет поделен пополам, вы можете использовать его по обеим осям. Вы можете зеркально отразить Х и Y, чтобы сделать один угол. И тогда все, что вы делаете, будет дублировано четырьмя гранями и скопировано по углам Х и Y. Вы проделаете небольшую работу, он сделает все остальное сам. Я люблю использовать модификатор Mirror. В следующем трюке мы добавим кольца в цилиндр. Это очень простой трюк, который я обнаружил. Давайте добавим в сцену цилиндр. Shift-A, Mesh, Cилиндр. Давайте немного увеличим масштаб. Нажмем Tab и перейдем в режим редактирования. Теперь мы собираемся сделать еще одну петлю, как мы делали ранее. Для этого нажимаем Ctrl-R. Теперь кнопку плюс, чтобы увеличить число. Вы можете использовать плюс или минус, чтобы добавить больше петель. И Enter. Enter снова, потому что я не хочу перемещать их. Интересный трюк. Собираемся добавить Bevel, но поскольку он расположится на ровной поверхности вокруг, это добавит дополнительные петли рядом и получатся путаницы. Но мы продублируем эти петли два, три или четыре раза. И это то, что нужно. Итак, Ctrl-B для Bevel. Посмотрите. Теперь мы сделали больше петель. Мы можем увеличить количество, которое просто добавит больше петель, рядом с теми, что мы уже сделали. Но для этого трюка я вернусь к Bevel. Итак, давайте нажмем ОК. Кликните или нажмите Enter. Теперь здесь мы собираемся превратить их в экстальдированные кольца. Итак, я нажму E, Enter. Переключитесь в режим выбора Face. И мы будем масштабировать их. Жмем S. Теперь убедитесь, что центр находится в Individual Origin. Можете переключиться на Medium. И вы видите, что масштабирование происходит не совсем так, как нужно. Мы этого не хотим. Мы просто хотим, чтобы экструдирование было прямым. В этом случае нужно выбрать Individual Origin. Грани колец выбраны. И вы можете немного увеличить их. Например, также я могу сделать Bevel. Здесь E, Enter, Scale вовнутрь. Еще добавить целую связку здесь. Ну, как-то так. Еще немного Bevel. E, Enter и S. Чтобы немного выдавить их. Круто. Очень полезно для изготовления трубок, световых мечей и всевозможных кольцевых деталей. Это придает им много мелких деталей для увеличения фотореализма. Окей, следующий трюк я применю к этому мыши, поэтому я не буду его удалять. Я собираюсь сгладить. Как вы уже заметили, все грани и ребра этого объекта не сглажены, что меня не устраивает, и я хотел бы их сглазить. Но мне не нужно, чтобы сглаживание распространялось на те ребра и грани, которые должны оставаться прямыми на 90 градусов. Итак, жмем пробел для функций поиска и просто вводим Smooth. Теперь нажмите на Shade Smooth. Теперь сглаженные части гладкие, но острые части тоже стали гладкими. Нужно это исправить. Так что давайте вернем острым частям первоначальную форму. Идем к вкладке с маленьким зеленым треугольником. Разверните панель Normals и включите Auto Smooth. Я думаю, что угол ниже 30 градусов трудно будет сгладить. Но возможно, вам нужно будет поиграть с этим значением на основе вашего меша. Но обычно 30 градусов достаточно во всех случаях. Хоть это и низкополигональный цилиндр, выглядит он очень достаточно хорошо. А это значит, что мы добились хорошего результата. Не добавив кучу граней и рёбер и не потратив много памяти. Я собираюсь продолжить с этим же объектом, чтобы показать следующий трюк. Я покажу вам, как добавить вид цепки у зубов или рёбер вдоль цилиндра, который можно использовать в качестве шестерни, зубчатого колеса и так далее. Так что я собираюсь схватить эту нижнюю грань и переместить её вниз по оси Z, чтобы у нас было больше места для выбора граней. Если с зажатой клавишей Alt кликну правой кнопкой мыши, то мы выделим все грани по кругу. И как только мы выделим все эти грани, жмём I, чтобы активировать инструмент Insert. Необходимо дважды нажать I для того, чтобы Insert был локальным для каждой грани. Так что теперь каждая грань имеет свой Insert. Когда размеры вставки будут достаточного размера, кликните левой кнопкой мыши. Как я уже говорил, колесо или зубья в шестерне выглядят так. И вы можете перейти к выдавливанию. Для этого активируйте инструмент Extrude Individual. А затем немного перетащите мыши за манипулятор. Можно вытянуть много, если вы хотите, чтобы это было похоже, к примеру, на автомобильный фильтр. Мне нравится использовать эту технику. Можно как втянуть, так и вытянуть грани. И теперь у нас есть эти тонкие грани по всему периметру. И это выглядит как какой-то механизм или что-то интересное. Вы можете сделать ещё кое-что. Чтобы углы были не такими прямыми, можно добавить им немного скоса. Для этого нам нужно, не снимая выделение, активировать Bevel. Комбинация клавиш Ctrl-B. И очень аккуратно немного потянуть скос. Тут главное не перестараться. Можно ещё добавить несколько сегментов. Кнопка плюс, чтобы сделать их гладкими. Также, если при этом зажать Shift, то Bevel может получиться более точным и более сглаженным. И будет выглядеть довольно хорошо. Если я хочу делать шестерёнки, то есть действительно классное дополнение в блендере для изготовления шестерен. Я предлагаю использовать это. Но я собираюсь показать вам, как сделать ещё один конкретный вид механизма. Итак, добавим круг и перейдём к редактированию. Нажмите F, чтобы заполнить его. Теперь увеличим его. Далее I, чтобы сделать вставку. И удалите середину. Теперь у нас есть кольцо из грани, и оно плоское. Я собираюсь выделить всё клавишей A и активировать Extrude клавишей E, чтобы вытянуть эти грани. Теперь выберите все внутренние грани кольца с зажатой клавишей и левым кликом. Или же двойным левым кликом. Всё выделено. И теперь я могу нажать I, чтобы активировать Insert. И он должен быть локальным. А затем клавишей E. И нужно проследить, чтобы экстрадирование шло наружу по нормалям, которые направлены внутрь к центру. Можно их даже уменьшить. Только для этого переключим Pivot на Normal. Я также могу уменьшить по оси Y. И у нас получилась вот такая интересная штука, похожая на какую-то деталь. Или может быть на звездные врата, или что-то ещё интересное. Так что да, сочетание Insert и Extrude на гранях кольца могут показать неплохой результат. Окей, следующий трюк. Я собираюсь показать вам, как пробить дыру в чём-то без использования булевых операций. И для начала я добавлю в сцену куб. Немного увеличим масштаб. Теперь выделим эти две грани с зажатой клавишей Shift и активируем инструмент Insert. Клавиша I. Теперь, если я хочу соединить эти две грани, превратив их в отверстия через куб, без использования булевых. Мы, выбрав эти две грани, жмём пробел или F3 для вызова поиска. И в окне поиска вводим Bridge. Bridge Edge Loops. И грани соединяются, образуя отверстия. И это довольно круто. Далее я собираюсь показать вам, как дублировать целую кучу объектов вокруг центральной точки, что отлично подходит для таких вещей, как болты или мелкие детали, винты и тому подобное. Итак, у меня есть такая труба, в которой внизу есть вот такое основание. И на этом основании мы собираемся быстро сделать шестигранный болт. Итак, Shift A, Mesh и выберем Circle. В опциях укажем количество вертексов. Шесть. Далее Tab и жмём F. Теперь я его не вижу, потому что он там, в середине. Давайте перетащим его сюда и переместим его немного вверх. Слишком большой. Поэтому давайте уменьшим его, а затем Extrude вниз. Теперь у нас есть такой гексагон. И это что-то вроде болта. Выберем верхнюю грань. И я собираюсь скосить её, чтобы немного сгладить. Думаю, довольно неплохо для этого примера. Теперь это один болт. И я собираюсь скопировать его по кругу. Поэтому сначала нам нужно настроить центр вращения, и им будет 3D-курсор. Чтобы сделать это, мы можем выбрать эту трубу, которая является нашим центром. Далее нажимаем сочетание клавиш Shift S и выберем Cursor to Selected, чтобы поместить наш 3D-курсор в центр выбранного объекта, который является трубой. Теперь давайте аккуратно выберем правой кнопкой мыши наш объект болта, не перемещая 3D-курсор. И мы собираемся сделать копии вокруг. Чтобы сделать это, необходимо изменить центр вращения на 3D-курсор. Теперь смотрите, если я вращаю, то он вращается не вокруг болта, а вокруг 3D-курсора. И это правильно. Теперь давайте сделаем 6 копий этого болта вокруг трубы. Теперь, если вы разделите 360 на 6, вы получите 60. Чтобы дублировать этот болт, можно нажать Shift D и сделать дубликат объекта. Но в этом случае объекты будут независимы от этого оригинального болта. И если мы сделаем какие-либо изменения в мыши, или добавим материал к одному болту, все остальные болты нам нужно будет изменять по отдельности. Это будет немного глупо и отнимет много времени, поэтому вместо этого мы нажмем Alt D, чтобы сделать связанную копию. Итак, Alt D и Enter. Теперь будем вращать. Жмем последовательный. R, Z, вращаем по оси Z, вводим 60. Теперь вы должны сделать это несколько раз. Да, тут нужно немного попрактиковаться. Это не совсем удобно, и я думаю, что лучше будет переключиться на вид сверху. Так это сделать будет немного проще. Теперь все, что нам нужно сделать, это просто копировать клавишами Alt D, Enter, минус 60. Alt D, Enter, минус 60. Продолжаем. Итак, мы просто продублировали наши объекты связанными мышами по 60 градусов на 6 объектов на равном расстоянии. Это и есть причина, почему я воспользовался сочетанием клавиш Alt D. Смотрите, если я присвою материал одному объекту, то он присвоится и всем остальным, потому что они все связаны, и это значительно экономит время. Даже если я редактирую мэш, к примеру, Insert, Extrude, то все изменения продублируются на связанные с оригиналом объекта. И да, это значительно экономит время. Следующий трюк, который я собираюсь показать вам, это как сделать классную Sky-Fi панель с некоторой глубиной и с относительно небольшим количеством работы. Итак, давайте добавим в сцену плоскость. Shift-A, Plane. Давайте сделаем его большим. Жмем S и 2. И, наверное, еще больше. Снова S и 2. Окей, хорошо. Теперь мы собираемся добавить несколько ребер вдоль плоскости. Для этого жмем Ctrl-R, плюс, 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 плюс. И на этой стороне немного другое количество линий. Теперь мы собираемся выделить некоторые из этих линий. Удерживая Shift и щелкнув правой кнопкой мыши, на нескольких случайных линиях мы выделим их разными путями. Они не должны пересекаться друг с другом. Убедитесь, что они отдельно друг от друга. Я думаю, что это максимальное количество прорезов, которые я могу сделать. Теперь, когда эти ребра выбраны, убедитесь, что включен режим ребер. Я нажму Ctrl-B, чтобы скосить их. Я не хочу всю эту кучу сегментов, поэтому нажму минус. Итак, Bevel и только один сегмент. Тут стоит делать это с зажатой клавишей Shift для лучшего контроля. Затем Delete и удалите грани, которые вы только что создали. Эти прорези неплохо смотрятся, но подождите, это еще не все. Идем в модификатор и добавим модификатор Solidify и увеличим масштаб. Посмотрите на красоту, которую вы только что сделали. Три размеренные панели с некоторой глубиной. И все, что мы сделали, это удалили некоторые грани. А модификатор Solidify придал толщину. Можно еще добавить какие-то элементы, но это уже зависит от вашей фантазии. Вы можете контролировать толщину, поворачивая этот фейдер. Можете сделать ее тонкой или, наоборот, придать больше объема. Можно на этом не останавливаться и, например, придать больше детализации, применив модификатор Bevel. Я применю Bevel, и давайте свернем наш Solidify. Давайте установим Bevel на 0. Зажмем Shift и медленно перетащим вверх с 0. Можно установить совсем наибольшое значение, например, 0.005. Если вы хотите, чтобы углы были немного круглыми, можно добавить еще один сегмент, и у нас больше нет жестких хеджей. Одно из правил фатализма в наших 3D-рендерингах является то, что углы не должны быть абсолютно жесткими. Если, конечно, это не лезвие или алмаз, или еще что-то подобное, очень острое. В любом случае, объекты, с твердой поверхностью, как правило, имеют некоторую мягкость к краю. И это просто делает его более привлекательным и реалистичным. И, наконец, последний трюк. Я собираюсь показать вам, как использовать иерархию. Это может понадобиться, если вы, к примеру, создаете руку робота или какой-нибудь манипулятор, где есть зависимые объекты. Я немного ускорю видео. Итак, условно, у нас есть и сустава, и запястье. Вот, что мы будем делать. Мы будем создавать зависимости между ними, чтобы создать иерархию этой руки робота без использования костей. И это будет взаимодействовать. Окей, давайте начнем сверху вниз. Давайте начнем с крайней конечности, которая будет запястьем. Так что выберите его, затем Shift. Теперь выберите сустав. Жмем Ctrl-P и выбираем Object Keep Transform. И продолжаем преобразование. Теперь мы будем двигаться вниз. Выберите сустав, потом запястье. Жмем Ctrl-P и выбираем Object Keep Transform. Запястье, сустав, Ctrl-P, Object Keep Transform. Опять сустав, запястье, Ctrl-P, Keep Transform. И, наконец, запястье, сустав, Ctrl-P, Object Keep Transform. Итак, смотрите, если я выберу этот плечевой сустав и буду перемещать его, то будет перемещаться вся конструкция, потому что он является родителем. Этот сустав или этот. Теперь следующий совет, который относится к этому уроку, это то, что мы собираемся ограничить вращение. Вращение должно быть только в правильном направлении. И правильное направление для этого запястья вдоль оси Y. Для этого я собираюсь заблокировать другие оси. Идем во вкладку объекта и здесь нажмите на маленький замок, здесь и здесь, для того, чтобы ограничить вращение по осям X и Z. Теперь я просто нажимаю R. И вращение происходит только по одной оси. Таким образом повторим действия с остальными суставами. Теперь просто активируем вращение клавишей R. И я могу установить эту конструкцию. Я думаю, что таким способом анимировать эту конструкцию не составит труда. Я на самом деле сейчас работаю над проектом, где имеется очень похожая рука робота, которая делает некоторые действительно классные вещи. И я использую тот же трюк, чтобы сэкономить много времени, не используя систему костей. На этом все. И большое спасибо. Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или дополнения, дайте мне знать об этом в комментариях. Напишите, какой из этих методов вам больше понравился.